Сегодня у православных христиан начинается пост. Его называют апостольским или Петровым. По сравнению с другими он считается нестрогим. Длится всего четыре недели, а завершится в день Петра и Павла. Именно этим святым пост и посвящен. Пост святых славных всех хвальных апостолов Петра и Павла начинается сразу после праздника всех святых. Это неделя после праздника Святой Троицы. В этом году начало его, вот сегодняшнего дня, 16 июня с понедельника. И продолжается он до дня памяти святых славных и всех хвальных апостолов Петра и Павла до 12 июля. Самое простое, что нужно сделать в пост, ограничить себя в еде. С 16 июня по 12 июля нельзя есть мясо, молочные продукты. Благо, лето богато на фрукты и овощи. Однако, самое главное, настаивают священники. Очистить свои мысли, не обижать других людей, не завидовать, не злословить, помогать бедным и больным. Поменьше времени проводить у телевизора или компьютера. В разных беседах. Почаще молиться, читать духовную литературу и посещать церковь. Обязательно исповедоваться и причаститься. Во-первых, очищаешь организм свой, это в первую очередь. И облегчение на душе все-таки. Помолился и за себя, и за своих родных. И желаешь мира и добра всем людям. Правил соблюдения поста много. Польза же для тех, кто выдержит это испытание, телесная и духовная, объясняет отец Владислав. В течение поста, в субботу, воскресенье, а также в дни великих праздников, которые отмечены в календаре черным шрифтом, разрешается вкушение рыбы, вина и елея. В понедельник, среду, пятницу кто может соблюдать сухое денье, то есть вкушение постной пищи, не вареной, без постного масла. Вторник и четверг разрешается вкушение пищи, вареной, с елеем. Иоанн Златоуст говорил, что тот, кто постится, становится легким и окрыляется. Хотите проверить? Попробуйте выдержать 26 дней апостольского поста. Ангелина Савенкова, Елена Квитковская, Бессарабия ТВ.